Всем доброго времени суток и в этом видео я хочу подробно рассмотреть одну интересную модульную розетку от компании продуктов для умного дома BINGO ELECT. Да, эта розетка не умная, но в нее можно подключить умные устройства и при этом не занимать саму розетку. Кроме этого розетка обладает модульной конструкцией, плюс можно выбрать целый модуль с выключателем или дополнительной розеткой. Поставляется в небольшой канонной коробке без лишней полиграфии. В комплект поставки входит инструкция по монтажу розетки на английском и на немецком языке. Съемная передняя панель. Как я показывал в прошлых видео, этот бренд имеет достаточно большую гамму различных панелей как по цвету, так и по материалу изготовления. В моем случае я выбрал черный акрил, смотрится действительно очень стильно. В нижней части находятся два шурупа для крепления розетки к квадрозетнику. Сама розетка практически ничем не отличается от своих собратьев. Вот только в верхней части разблажились два порта, привычные нам USB, а также порт USB Type-C, которые приобретают все большую популярность. Рамка крепления выполнена из довольно толстого материала, корпус розетки плотно вщелкнут в него. Контакты заземления в наличии. Также присутствует защита от шаловливых детских рук. Из-за наличия дополнительного модуля зарядки корпус розетки немножко больше обычного, но все равно в небольшой подрозетник входит без особых проблем. Максимальная нагрузка розетки составляет 16 апель или 3,5 кВт мощности. Клебные колодки фазы нуля земли отмечены соответствующими символами на корпусе розетки. Давайте проведем тест, а именно проверим возможности портов USB. Для порта USB-A производитель заявляет поддержку 5 Вольт с максимальным током 2,1 Ампер, а для порта Type-C при напряжении 5 Вольт максимальный ток может быть 3,1 Ампер, для напряжения 9 Вольт напряжение 2 Ампера, а для 12 Вольт 1,5 Ампера. Неплохой, я так скажу, Type-C модуль выбран, по сути это полуценный Quick Charge 3.0. Я подключаю нагрузку к обычному USB порту и постепенно начинаю ее повышать. Заявленное производителем 2,1 Ампер выдерживает, я повышаю больше, 2,5 Ампера уже выдает, очень неплохой результат, 2,5 Ампера, даже больше, чем заявил производитель, наш порт для зарядки выдает, это отличный результат, я вам скажу. Что ж, давайте проверим, какую нагрузку сможет выдержать порт USB Type-C, я подключил сейчас 5 Вольт без платы Quick Charge, повышаем, 3,2 Ампера, это уже выше, чем заявлено производителем, 4, ну вот видите, 4 стабилизировалась на 5 Вольтах, максимально, что я смогу из нее вытащить, это 4,2 Ампера, ну и плюс-минус 5 Вольт, это очень хороший результат, скажу. Я вам перевожу плату, ну вот у нас Quick Charge 2.0, выбираю напряжение 9 Вольт, проверим сколько выдаст на 9 Вольтах. Что ж, я начинаю чуть-чуть подавать напряжение, напомню, что производитель заявил, что ток у нас составит 2 Ампера на 9 Вольтах, вот 1 Ампер, в принципе, уже чуть-чуть просело 8,8 Ампера и тут я уже перекрутил, ого, как я перекрутил до 3 Ампера, вот 2,5 Ампера и 2,7 Ампера на 9 Вольтах мне удалось вытащить и еще ничего не падает в защиту, то есть это тоже очень и очень неплохой результат. Вот я думаю, что в районе 3 Ампер, да, все, в районе 3 Ампера она уходит из защиты. И теперь проверим этот же порт USB Type-C на 12 Вольтах, производитель заявлял, что гарантированное напряжение, гарантированный ток у нас 1,5 Ампера, давайте это проверим. Так, ну, в принципе, вот 1 Ампера, ровно 12 Вольт, 1,4 Ампера, вот, гарантированно то, что нам производитель говорил, я постараюсь подстроить. Вот, 12 Вольт, 1,5 Ампера, производитель не обманул, теперь повышаем, какой же здесь есть запас, 1,8, 1,9, 2 Ампера, 2,12, 2,2 Ампера, 2,3 Ампера где-то будет, ребята, при 12 Вольтах. Тоже хороший запас прочности, так сказать, сделал производитель, с этим я не могу не согласиться. К покупке могу рекомендовать, немного дороже простой розетки, но с полноценным зарядным устройством для современных смартфонов и других гаджетов. При необходимости у производителя есть различные варианты, как одиночной розетки, так и совмещенных. Я надеюсь, смог полностью раскрыть все возможности данной розетки, видео было для вас полезным. Очень прошу поставить лайк этому видео, также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пустить новые видео по теме умного и не очень дома. Также в описании под видео вы найдете ссылки на эту розетку, а также на все устройства, которые я показывал в обзоре. Кроме этого, там есть ссылки на телеграм-канал и мои социальные сети, где вы сможете не только пообщаться на тему умного дома, но и узнать о новых девайсах, а также различных скидках, распродажах и прочих акциях. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok